Друзья, с вами Фрунзо Владимир, Совкор, канала Григориополь ТВ. Как я обещал вчера в репортаже ускорбящей матери, сегодня я специально добрался до кладбища на Русской улице, дабы показать, насколько хорошо проделала свою работу организация озеленения. Я расскажу небольшую предысторию, значит, я здесь уже был, когда они только начинали свою работу. То есть, мне как объяснили, данное мероприятие было произведено, как выразить правильно, да. Уборка кладбища после зимнего застоя, да, то есть, привести его в порядок. Поклонный крест сейчас рядом с вами, да, можете наблюдать сзади меня. И давайте зайдем и посмотрим, что же делается у нас на территории кладбища. Без бога. Идемте. Давайте. Давайте пройдем сразу по направлению, да, под забором, скажем так. Смотрите. Обычно это как раз те места, которые самые-самые загрязненные. На которых, скажем, что меньше всего обращают внимание. Альман. Альман. На кладбище на русской улице похоронены и мои многие друзья здесь где-то. Памятник Вани Чаповского. Сейчас вот мы идем к Казакову Александру. Вверху похоронен Антонович Саша. Даже, друзья, посмотрите, наблюдаются вот такие реликвии. Ну а камень сломался, скорее всего сломались. Но видно, что камень соцельный. Это не литой. Это долбили в камне. Друзья, посмотрите. Это в действительности видно, что старое. Надгробие. Обратите внимание. Я специально вам подниму камеру. Ну сейчас мы еще с интервалом. Казаковы. Дядя Юра. Клавдия Казакова. И Александр. Привет, казачок. Царство Небесное, пусть земля будет пухана. Так, край здесь у нас. Вот можно. Свежие могилы видны. Но, друзья, насколько оно было запущено, допустим, чтобы вам объяснить приблизительно. Но, я предполагаю, я просто, насколько помню, оно было где-то вот в таком состоянии, как вот эта трава. Что же мы видим сейчас? Не убранные, только огражденные. Не все, зато все тропинки, все ограждения. Сегодня у нас 23 марта 2019 года. Скажу так, погода немного поменялась. Раньше, если, скажем, весь март практически был у нас теплый. Чего-то сегодня северный холодный ветерок у нас поддул. И на улице довольно прохладно стало. Друзья, ну, честное слово, не нарадуется душа в том отношении, что территория убрана, территория просто в идеальном состоянии. Очень бы хотелось подняться к Андрею, стоя на могилу. Все-таки люди вон убирают, вы видите, кто готовится. Посмотрите, как все чисто, аккуратненько и красиво. Хорошо. 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 Вижу. Хорошо. если я верно помню антонович у нас где-то здесь александр похоронен кажется покойся с миром саша машенька да с другом привет молодежь и что вы маш ты помнишь где андрей стоит похоронен там наверху где-то что хочу эту схема так сейчас ларионов организовался организация озеленения уборку всего кладбища маш ты обрати внимание убрано все кладбище полностью а не но я так думаю они доберутся и туда пока мы начали с этого мой душу мне там уже до горы где-то вроде здесь Я помню, что на самом верху его похоронили. О нет, 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 скульту, оно, Буркин. А, стоя. До конца. Я помню, что я был, а вот просто был давно. Что? Ну да, с Подей. Они в один день, они вдвоем разведку пошли, Маш. А? Вот. Да. Я говорю, что где-то здесь наверх. Андрей. Так, друзья, мы на могиле Андрея Стоева. Это получается от центральной тропинки практически возле башни. Зелененькая ограда. Царство небесное Андрей. И спасибо за мир, который благодаря жизни вашим на сегодняшний день у нас в нашем Приднестраде. А сколько я понимаю, это Андрей. Спокойся с миром, Андрей. И вечная память. Субтитры делал. В финале наше видео вы видели сами, как было хорошо убрана территория кладбища на Русской улице. Респект, озеленение. Спасибо, Ларионов, от души. Пока.